Сегодня предстанет перед судом профессиональный охотник Тео Бронхорст, руководивший экспедиции, в составе которой был зубной врач Уолтер Паумер, убийца знаменитого льва Сесила. В начале июля Бронхорсту было выдвинуто обвинение в неспособности предотвратить незаконную охоту. Тогда он был освобожден под залог судом города Хванген. По данным агентства Reuters, Бронхорст отрицает свое вино. По его словам, он получил все документы, необходимые для охоты на пожилого льва, который находился за пределами заповедника. Лев по имени Сесил был убит в Зимбабве. В начале июля власти страны заявили, что хищник был застрелен незаконно и возбудили уголовное дело против зубного врача. Уолтер Паумер извинился с садей, отметив, что рассчитывал охотиться легально. Он добавил, что был введен в заблуждение профессиональным гидом Тео Бронхорстом. И последнее. Дональд Трамп обещал освободить значительную часть американцев от уплаты налогов. Претендент на пост президента США от республиканской партии раскрыл некоторые детали своей налоговой реформы в случае победы на выборах, сообщает агентство Reuters. Так уменьшение налогового времени, согласно плану миллиардера, предусмотрено для корпораций большинства граждан, в частности, тех, кто имеет средний и ниже уровни доходов. А вот повысить процентную ставку стоит для очень состоятельных граждан, считает Трамп. Напомню, в президентской гонке в США участвует более двух десятков политиков. Согласно опросам общественного мнения, среди демократов лидирует Хиллари Клинтон, среди республиканцев Дональд Трамп. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ПОГОДА НИКИ В Петропавловске и Камчатском сегодня плюс восемь десять, временами дождь, в Мурманске около шести тепла, там также ожидаются осадки. В Воронеже плюс двадцать восемь тридцать, в Сочи около двадцати семи градусов, со знаком плюс и без осадков. Санкт-Петропавловск Во всяком случае, на сегодняшний день мы этого не планируем, но мы думаем над тем, как интенсифицировать нашу работу с Дентом Ацетом и нашими партнерами других стран. Вы считаете, что Соединенные Штаты связаны со свержением Виктора Юнуковича, когда он был вынужден сбежать в Россию? Я знаю об этом точно. Откуда вам это известно? Очень просто, потому что люди, которые живут на Украине, у нас с ними тысячи совместных всяких контактов и тысячи связей. И мы знаем, кто где, когда встречался, работал с теми людьми, которые свергали Януковича. Как их поддерживали, сколько платили, как готовили, и на каких территориях, в каких странах, и кто были эти инструкторы. Мы все знаем. Вы уважаете суверенитет Украины? Конечно, но мы хотели бы, чтобы и другие страны уважали суверенитет других стран, в том числе и Украины. А уважать суверенитет, это значит не допускать государственных переворотов, антиконституционных действий и незаконного смещения легитимных властей. Каким образом происходит смещение легитимной власти? Какова роль России в обновлении власти на Украине? Россия никогда не принимала и не собирается принимать участие в действиях, направленных на свержение легитимной власти. Многие говорят о военном присутствии России на границах Украины. И некоторые даже утверждают, что российские войска находятся на территории соседней страны. У вас есть военное присутствие в Европе? В Европе находится тактическое ядерное оружие в Соединенных Штатах. Не будем об этом забывать. Это что означает? Что вы оккупировали Германию или только преобразовали оккупационные войска в войска НАТО? А если мы держим свои войска на нашей территории на границе с каким-то государством, вы считаете, что это уже преступление? Это был фрагмент интервью, который Владимир Путин дал в интервью к каналу CBS. Перевод был по тому тексту, который опубликован на сайте Кремля частично. В интервью Путин заявил, что Россия признает только одну легитимную армию в Сирии, армию Башара Асада. В то же время накануне CNN со ссылкой на источник сообщил, что Россия готовит контролируемую замену Асаду. Такой версии якобы придерживается Пентагон. Английский премьер Кэмерон накануне допустил, что Асад может принять участие в работе переходного правительства страны. Но отметил, что президент Сирии не сможет оставаться частью будущего страны в долгосрочной перспективе. Сегодня в Нью-Йорке пройдет двусторонняя встреча президентов США и России. На ней, как и о выступлении российского президента на Генассамблее ООН, писанцевом, расскажет в прямом эфире в понедельник вечером. Выступление Владимира Путина намечено на 17.45 по московскому времени. Мы его будем проанцировать в прямом эфире. Встреча президента России с Обамой запланирована на полночку в Москве. Подробнее о проблемах в отношениях России и США. Продолжение следует...